ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нашу экспедицию из республики Коми в Сибирь можно считать новой ступенью развития и компании Максиход, и проекта Руслана Магомедова «Территория Коми» и меня, как этноблогера. Мы в Томск приехали к нашим единомышленникам. Алексей Гапонов и Константин Кот снимают часовые экспедиции по сибирским рекам, открывают новые города, изучают и рассказывают исторические факты про освоение Сибири. Их творчество тесно связано с нашей деятельностью и республикой Коми. Почему? Расскажем в этом фильме. Игорь Любомирович Жеребцов писал. Документы 17-18 веков, содержащие сведения о населении Коми края, пестрят сообщениями о том, что тот или иной житель Сысовы, Вычихды и других районов сшел в Сибирь. Отряд Ермака вели через Урал 40 проводников Коми. Казаки и крестьяне с характерными прозвищами Вычихжанин, Выметин, Печора и тому подобное. Коми народ и в других веках активно переселялся в Сибирь и оставался там жить навсегда. Этот фильм называется «Связь времен». Ведь мы тропою предков в 21 веке поехали из города Сыктывкар в Томск. Яков основатель компании Максиход отправил на фуре три лодки Уралочка. Про них вам уже рассказывали в прошлых выпусках. Это лодки, сделанные на основе традиционной Коми-деревяшки, но теперь уже материал ПНД. Представьте, 150 лет назад Коми-Зырянин километр за километром плыл по реке, основывал Сибирь, изучал местность. А теперь потомки того человека и последователи тех деревяшек едут уже по ровной асфальтированной дороге по тем же местам Сибирь. Сама река, вот такая вот небольшая, начинается она аж вот отсюда. Вот первый получается знак, а заканчивается вот здесь. Здесь потоп заканчивается, вот та моряка, вот она какая, малюсенькая на самом деле. Вот, и это все расстояние, я не знаю сколько здесь километров, ну блин, слушай, ну это опасно, очень опасно и страшно. С левой стороны уровень воды выше, с правой стороны уровень воды ниже. Тут, наверное, уровень воды вровень с дорогой, слева. Еще и встали, блин, может там прорвало. Была бы наша Уралочка здесь. Ребята, это уникальная возможность посмотреть, как сапожник без сапог выглядит, смотрите. Производитель лодок стоит в центре реки, без лодки, в машине. И все, если ты сейчас тут прорвет, то вообще... Одежду вытащи, там куртка моя где-то, у тебя, Генриха. У меня и все тут. Если что, сразу одеваемся. Ребята, мы отстегиваемся. Это уже все, это уже не смешно. Тут говорят несколько светофоров просто. Каких нахрен еще светофоров? Он, конечно, на дороге нас, ну если течение будет бить, смоет, но... Там уровень воды ниже, здесь уровень воды выше. Он оттуда прет, сюда. Если вы слышите мой голос, значит все обошлось. Мы не утонули. Успешно проехали трудные места. Но есть одна проблемка. Наши фуры с лодками застряли в пробке. Они опоздают на несколько дней. Мы их будем ждать в Томске. Зато посмотрим город. Веселое у нас 1 мая вышло. Мы находимся в городе Томск. Гуляем, жарко, светло. А время уже 5 часов вечера играет музыка. Исторический центр города на реке Томь сохранил архитектуру былых времен. В строениях прошлых столетий расположился частный бизнес. В некоторых зданиях базируются государственные учреждения. Томск был основан как военная крепость в 1604 году по указу царя Бориса Годунова. И был одним из передовых постов освоения Сибири. Походы за камень, так называют Уральские горы, не обходились без участия коми-зырян. Которые испокон веков охотились на землях нынешней Сибири и знали эти места как свои 5 пальцев. Судьба нашего земляка Виктора Алексеевича Савина тоже связана с Томской областью. История грустная. Но я буду полным идиотом, если не расскажу о ней в фильме «Коми и Сибирь. Связь времен». Виктор Алексеевич Савин – коми-советский поэт, общественный деятель, основоположник коми-современного театра. Он написал около 30 пьес. В октябре 1937 был арестован как якобы участник контрреволюционной буржуазно-националистической организации. Осужден на 5 лет. От болезни умер в сибирском лагере НКВД в поселке Итатка Томского района Томской области в августе 1943 года. На самом деле могилу Виктора Алексеевича Савина найти невозможно. Потому что тела заключенных хоронили без гроба, зарывали в яме. Даже поиски кладбища, где похоронен поэт, заняли значительное время у родственников Виктора Алексеевича Савина. Но благодаря настойчивости место удалось найти. Виктор Алексеевич Савин в своем стихотворении, которое стало потом эпитафией, писал перевод на русский язык. Мне же лично немного надо, чтоб шумна была жизнь, весела, чтоб дорога бежала рядом, Эжва пенистая текла, чтоб над сельской могилой скромной, над густою ее травой, Гордо выселся кедр огромный. Сказки сказывал не впервой. Так и получилось в далеком от республики Коми, в селе Итатка. Вот там кедр, вот тут кедр. Они сами по себе произрастают. И возле могилки, условной могилки, растут кедры. Когда зашли туда, там прямо видно, что ямы, нету ни крестов, никаких-то обозначений, где кто похоронен. И более того, такой вот вопрос в голове возникает. Там похоронено сотни людей, сотни ссыльных, заключенных, которых сотни тысяч родственников, которые сегодня где-то есть. И они могут, может быть, даже и не знают, что их предки, родственники захоронены здесь. Лет 20 назад мне довелось работать в Карткировском районе, в селе Невдина. Была такая уже заглухшая на тот момент деревенька, а не киевка. И у нас там стояла пилорама, я там работал на пилораме. Ходил время от времени в магазин Невдина. Я проходил как раз таки мимо фундамента дома, где родился и вырос Виктор Алексеевич Цавин. Там стоит память на досках, мемориал. Я останавливался, смотрел, думал, ну вот человек здесь, писатель, драматург, которого мы в школе изучали, которого нам преподавали. А теперь мне удалось побывать на месте, где он захоронен. Тут очень хороший глава администрации Василий Юрьевич. Мы к нему сначала пойдем, поспросим про Итатку. Село Итатка начало образовываться с началом строительства железной дороги. Мы считаем, что оно образовалось в 1937 году, когда была построена железная дорога и начала функционировать станция Итатка. В данный момент живет ожиданиями развития, потому что инфраструктура вся для проживания есть. Асфальтирована дорога, газ проведен. Но вот, к сожалению, нет промышленного производства. Считаем, что это временно. И поэтому, конечно, в связи с этим развитие как бы содержится. Василий Юрьевич, местные жители Итатки ухаживают за кладбищем, где похоронен наш земляк Виктор Алексеевич. И за это я их сердечно благодарю. И время пришло благодарностей. Хочу выразить огромную благодарность тем людям, кто финансово поддерживает мое творчество и мои идеи. Ирина Д, Карина Алексеевна, Наталья Николаевна, Виктория Сергеевна, Светлана Михайловна, Анатолий Анатольевич, Валентина Зарниевна, Марина Витальевна, Любовь Александровна, Роза Филипповна, Алена Алексеевна. Спасибо вам огромное. Благодаря вашим финансовым донатам есть фильмы и ролики, которые я делаю. Если вы, дорогие друзья, тоже желаете финансово помочь моему творчеству, оставлю тут номер телефона, реквизиты. Деньги можно перечислить на любой банк. Главная идея, я вот рад, что у нас появился единомышленник, наверное, который занимается это у себя в коме. И вот есть такая идея взять и собрать в кучу вот эту разрозненную информацию, которую мы каждый у себя, который владеем, и собрать ее в единый путь русских первопроходцев, которые прошли от Полярного Урала, от Северного Урала, от Печоры, от Архангельска, в Сибирь и далее там везде, до Дальнего Востока. Вот у нас идет зона тайги и зона степей. И вот, получается, дорога идет строго по границе, по степной. И все переселенцы столбинские, они как раз приезжали не в тайгу, где надо там раскорчевывать, что-то делать, они приезжали вот сюда, в зона степей или зона по тайге. 100 километров 200 на север, все, глухая тайга. То есть и вы постоянно ехали прямо вот по границе этой. Так, ну вот, начинается выгрузка. Начинается выгрузка. Фуру сейчас походу разберут, ребята. Мы думали, тут будут, как бы, ну, сложности какие-то с выгрузкой. Ну, тут есть очень много кранов козловых, но почему-то Алексей говорит, они же легкие. Ну, так справимся. Вот и справимся. Мы в Сибири, и наши Уралочки тоже в Сибири. Глубокая Сибирь, я вам скажу. 3 тысячи 100 километров от цеха производственного, где производим эти лодки. Я прям очень рад, завтра эти лодки будут уже ходить по сибирским рекам, где, в принципе, я считаю, что им самое место. Что? Все, отпускай, подожди. А, пускай. Ну, что могу сказать? Лодка Уралка, это не только лодка, но еще хорошие укрутят дождя. Ну, так, в целом. Собрали лодку, сейчас прицепим ее и поедем. Примерно так же мы грузили лодки. И, короче, я не удержал лодку, уронил ее, она мне по глазу дала. Ну, я думаю, что все будет хорошо, синяк спадет. На самом деле, у меня был просто коптер. Я его купил когда-то, у меня был коптер, и я учился снимать на айфон, на старенький, на 6s. И объявление просто повесил, что съемка на авито, это не реклама, авито. Просто объявление повесил, и они отправлялись в какую-то экспедицию, и им нужен был оператор. Мне написали, и я с айфоном 6s и с коптером вместе с ними отправился. Снимаем ее. Лыжа сейчас стоит прямо на земле, лодка сама лежит на земле, по земле катится. Вот преимущество лыжи, с ней ничего не стало, мотор целенький. Это исторический момент, впервые лодка у Равочка на реке Томми. Яков, как твои ощущения? Отлично, я очень счастлив, что наша лодка на реке Томми, а дальше на Аби и на Енисеи. Слушай, ну да, на задний выйдешь. Там поворот или стена? Поворот, поворот. Поворот? Повернем. Я сам воню. О, Тата, смотри, светло уже. Ну там уже светло, поехали дальше. Влево, влево, влево. А там уже не надо. Давай, нет, там красивая набережная, поехали. Это страшно, подземелье Томска, и мы заходим в подземелье на лодку. Все, потерялся. Мы тогда отлично прокатились, а через несколько дней Алексей и Кот отправились на обе Несельский канал на Уралочках Максихода. Мы в это время ехали домой в Коми. Путь должен был лежать через Екатеринбург, но так как там выпал снег и закрыли трассу, ехали мы в объезд через Башкирию. Это Южный Урал, скала, с которой открывается вид на лес, на какое-то село, там видно и дорога между. Вот, мы залезли, тут еще лежит снег. Вот он, снег. 6 мая число, зелень и снег. А через несколько месяцев Алексей и Константин приехали к нам в Коми сплавиться по реке Щугар. Через речку Щугар многие столетия купцы и воеводы шли за камень. В Сибирь. По книге «Популярная история Республики Коми» по 45-й странице написано, что началось с того, что владельцы расположенных на Урале заводов Строгановы, которых донимали набеги сибирских татар с разрешения Ивана Грозного, решили организовать против них военную экспедицию. Водопад Вельдор-Кыртадор высотой 15 метров, один из самых крупных водопадов на Северном Урале. Официально могу заявить, территория Коми побывала на речке Щугар с лучшими друзьями, с максиходами Geography, Трофи из Томска. О, прям над нами пролетает самолет. Наверное, самолетолетолет летит домой, и мы отправляемся тоже в Горте. Ура, речка Щугар покорена. Домой. И в Пиаде много еще испытаний. Ведь по речке спускаться всегда сложнее, чем подниматься. Сестры и братья, зевы джитайте, зевы джитайте.